Короткий репортаж вот с той самой территории, о которой мы говорим с вами сейчас. Территория, от которой мало что осталось и где никому уже не верят. Ни тем властям, ни другим, ни армии, ни, к сожалению, самим себе. Прошу Господа, прощение греху мою. Потому что Господь нам посылает, это греха наши. Господи, тишину народу нашему даруй, и миром вожделенным нас огради, и братоубийственную войну прекрати. Именно с такой молитвы начинается новый день в городе счастья. А каждую ночь горожане спускаются в подвал. Это вошло в привычку. А смотрите, что мы тут нам остыли. Хоть как-то, чтобы ночью находиться. Но каждый закрыл в своем подвале еще какие-то одеяла, еще какие-то стулочки. У нас и горшки тут стоят, и ведра. Веники из полыни, отблох и клещей. Осталось придумать систему обогрева на зиму. Мы к войне никто не готовились. Мы не думали, что нас может такое застать. Пенсию счастья не платят давно. Все, что удалось вырастить под бомбежками на импровизированном прилавке. Хлеб надо купить обязательно. Калину взяли, два пучочка. Помидор взяли на рубль. И петрушки на рубль. Я шнурку не купляю. Нитки, шапку старую распустила. Так что живем, как... Не знаю как. Как доживаем. Банки города счастья закрыты. Война. То, что есть, мы собираем на даче. То пречем банки. Потому что неизвестно, что мы будем делать зимой. Будут ли нас снабжать. Все в банке прятали. Как никогда. Чувствую такое напряжение. Конечно, готовились к семье. В магазинах счастье пусто. У людей нет денег. Даже выпивать почти перестали. Мужики, пиво. Редко водочка. Только те, которые работают на грейсе, которые, ну да, так немножко обеспечены, получают деньги. О предстоящих выборах здесь, конечно, слышали. И отнеслись философски. А кого, что, мы не знаем, кого выбирать. И кого нам дадут, того и выберем. Мне одинаково. Пенсию давали. А там, кто будет, тот и будет. На кого-то надеяться никак нельзя. Надеемся только на себя. Даст Бог, все будет хорошо. Андрей Лач, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Груст ra. Субтитры предоставил DimaTorzok